Современные, укомплектованные по последнему слову техники автобусы синего цвета с логотипом «Транспорт Верхневожья» вышли на маршруты. Однако у жителей областной столицы возникает еще немало вопросов. Один из них связан с льготным проездом. Как правильно его оформить в нашем следующем материале? Граждане, которые имеют льготы, меняют старый ЕСПБ на новый проездной. Здесь можно выбрать один из двух вариантов социальной карты на базе платежной системы МИР или оформить ее только для проезда. Действия для двух вариантов одинаковые. В банке совершенно бесплатно заказываете карту социальную для проезда. Вам ее через пять дней выдают. И далее ее нужно зарегистрировать. Карты регистрируются в автоматизированном системе учета поездок. Для этого надо посетить Центр социальной поддержки населения или филиал МФЦ. Жители Твери и Калининского района считают, что зарегистрировать социальный проездной билет – это долгое и сложное действие. Однако эту процедуру можно быстро пройти в любом филиале МФЦ. Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт с НИЛС и социальной проездной. В специальной программе специалист Центра по номеру с НИЛС вводит данные, после этого номер банковской карты. Так подтверждается возможность пользоваться льготным проездом. Больше идти никуда не требуется. Еще один важный пункт – заявитель должен лично присутствовать, чтобы пройти процедуру регистрации. До этого на социальной карте должны быть соответствующие суммы. 302 рубля – это единый проездной для города Твери. Как рассказали в МФЦ, жители, которые в летний период уезжают на дачи, часто спрашивают, как им пользоваться проездным. Ведь он пока действует только на территории Твери и Калининского района. Получив карту по городу Твери, обратившись в Сбербанк, получить чек 302 рубля. И затем нужно прийти в соцзащиту, получить дополнительную карту, которой можно пользоваться и в Тверской области. Поездки будут доступны с 1 числа следующего месяца. Поэтому весь февраль в автобусах будет действовать старый ЕСПБ. Есть достаточно времени, чтобы получить, зарегистрировать и пополнить карту на март.